Вот этих героев кто ваш самый любимый? Мой самый любимый герой это Дэн Сяо Пин. Его здесь, к сожалению, нет. Он не влез в 60 минут 40 секунд. Это человек, который создал тот Китай, который мы видим сейчас. Архитектор китайских реформ конца 70-х. Он пришел на смену Мао Цзэдун, и он безумно крут. У него очень интересная биография. Успел пожить во всех странах. По-французски, по-английски, по-русски говорит. Маленький такой человек, чье имя переводится маленькая бутылочка. Он создал огромную страну, которая сейчас станет сверхдержавой. Вот буквально завтра. Можно задавать вопросы. Если они вас есть, дайте знать Диме Абрамову. Я уже бегу. Слушайте, я тут сейчас влезу в какую-нибудь грязную политику или еще что-нибудь такое. Но вот мы возьмем историю, что КПСС осудила... Я прошу прощения у всех сразу. КПСС осудила сталинскую политику. КПК... Можно я сразу отвечу? Я поняла, о чем вы. Мао Цзэдун прав на 70% и на 30% не прав. Это официальная математика, записанная в любой учебнике истории Китая. И они с этим нормально... Да, они именно так и считают, что Мао Цзэдун – великий пролетарский революционер, который был человеком и поэтому совершал ошибки. 70% – великий революционер, 30% – совершал ошибки. А еще есть такая замечательная история про Мао Цзэдун, что если бы он умер в 50-м году, то Китая бы крутого не было. Если бы он умер в 60-е годы, то он был самым великим человеком на земле. Но он умер в 76-м, нам с этим ничего не поделать. Вот это официальное мнение китайцев по поводу Мао Цзэдуна. Дим, мы сейчас вот впереди девушке дадим возможность, и потом... Ага, говорите только громко. С чего началось увлечение? Монетку подкинула. А в каком возрасте? В 17 лет поступала в университет, подкинула монетку. В смысле, какой факультет? Какой язык? Я политолог-китаист, через две недели буду дважды магистр китайского университета и российского университета. Но вот началось с того, что подкинула монетку, надо было выбрать кафедру языковую. Стала политологом, потом попала на стажировку в Китае пять лет назад и стала китаистом. И ни разу не пожалеете? Ни секунды. Самая лучшая монетка в моей жизни. А какая альтернатива была? Спасибо большое за интересную презентацию. Вы сказали, что современный Китай боится этой тенденции на обогащение. Когда я была в Китае, наверное, я мало слишком времени провела, чтобы... Компартия боится, не Китай. Китай радуется. Но мне показалось, что они никогда не были коммунистами. Это абсолютно противоречит. Вот бешенство, культурные революции, казарменный социализм Мао Цзэдуна, когда китайцам запрещали быть китайцами, а быть китайцами это значит употреблять, это значит иметь семью, это значит много выпендриваться перед всеми друзьями и знакомыми, это значит богатеть. Вот это все им запрещали вплоть до 76-го года. А культурная революция это такой маленький китайский апофеоз. Вот человек в, как это называется, в пограничном состоянии. Вот это была страна в пограничном состоянии, страна, которая шла на самоуничтожение. И это все закончилось, и началось что-то новое, интересное. То, что происходит на наших глазах. Скажите, пожалуйста, вам, как китайскому политологу, знакома ли китайская традиционная медицина, которой там много тысяч лет? И как вы считаете, в нашей стране, если не брать шарлатанов, которые там рубят бабло, сможет ли когда-нибудь она достойно конкурировать другой очень сильной медицине, аюрведе, которые реально могут заткнуть за пояс? Не могу сравнивать, я про аюрведу ничего не знаю. Я первый раз слово слышу. А про китайскую медицину? Но она кому-то помогает, кому-то нет. Кому-то очень хорошо помогает, кому-то не очень хорошо помогает. Кто-то ничего не чувствует. Надо ехать в Китай, надо быть китайцем, потому что в Китае по-другому климат, по-другому люди еду кушают. А потом китайская медицина, она отличается от европейской тем, что она включает в себя обязательно образ жизни, определенный. Спасибо за очень интересный рассказ. Но вот вопрос, может быть, не слишком веселый. Вот эти повзрослевшие хунвейбинки, они как сейчас, как-то смотрят назад то, что было? Нет, нет, это была бурная молодость. Вот этим хунвейбинкам в культурную революцию было около 14-15 лет. Самый кошмар – это когда там были детсадовские хунвейбины, совсем маленькие. Любой нормальный человек в подростковом возрасте, он отличается нестабильностью, и ему кажется, что все вокруг неправы, его обижают, он всех ненавидит. А тут ему дают палку и говорят, ну вот, реши, кого ты ненавидишь, кто здесь останется, кто нет. Я думаю, что они никак это не воспринимают, потому что молодость закончилась, юность закончилась, началась семья, заботы. Одна хунвейбинка, мать четырех детей, вторая – редактор гонконгской газеты. Никак они не вспоминают о своем прошлом. Слушайте. У меня вопрос от моды у меня. Там дешевле. Не-не-не, поэтому, на самом деле. Альф Мадулину уже копируют, видела. На японских, например, обложках шахналов мод известных, в основном японские модели, ой, простите, европейские модели, в том числе русские. А вот на китайских в основном китайские. Экспортируют ли они идеал высоты и какой у них идеал высоты. Поняла. Здесь с Китаем все просто. Любая диссертация – нафиг. Все написал Ганс Христиан Андерсон. Есть сказка о «Золотом соловье». Первое предложение сказки. Китай – большая страна, там живут китайцы, правит им император, тоже китаец. Все, больше ничего про Китай не знать не надо. Вот ответ на все вопросы. Китайские герои – они китайцы. А Витас – это абсолютное исключение. Абсолютное исключение. Он единственный живой человек, который белый и популярен в Китае. Которого они не считают белой обезьяной, которого они любят. Он снимается в фильме, он играет помощника императора, любимого. Он снимается в другом фильме, роль пишут для него. Он снимается в третьем фильме, который выпускают к 60-летию Компартии Китая. Это почти ваше имя записали в Библию. И это Витас. Когда спрашивают в Китае, как ты слушаешь Витаса, как-то стыдно сказать, что нет все время. Успеем последний вопрос. Да, у меня возвращается… Сейчас полсекунды по моде. Поэтому образ красоты, он тоже китайский. Наплевать, что там европейская красивая. Вот китаянки есть. Нет пока, потому что он очень своеобразный. Возвращаясь все-таки к хунгвейбинам, но более общую и про нас. Слушайте, ну вот хунгвейбины им несовестно. За главного своего человека несовестно. Мы просто пожонглировали. Он на 30%. Да, на 30, да, и на 70. И все вот эти сообщения о том, что они там совершенно не соблюдают авторские права, воруют дизайн машин у европейцев и прочее, прочее. Слушайте, я вот про Россию думаю. Может, ну и нафиг эту совесть, а? Здесь дело не в совести. Может быть, может быть... Вы о Китае пытаетесь судить, как о европеец. Нельзя. Это отвечать на вопрос, какие люди лучше, с голубыми глазами или с черными. Ну, смотря что в голове, смотря какой человек. Вот китайцы, они очень другие. Поэтому у них другая система ценностей и другая совесть. Вопрос не в лучшее. Она не менее совестливая, она другая. Вопрос не в лучшее. Про Россию не знаю, я китаист. Вот не люблю всякие аналогии проводить. Я китаист. Отлично вы вернулись. Анна Кутелева. Спасибо вам огромное.